МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пятерка! Очень рады, что в наше непростое время находятся героические, я бы не побоялся этого слова, смелые, отважные люди, которые приходят к нам играть. И мы немножко сменили формат, потому что смелые люди – это богатыри былинные. Вот у нас сегодня за каждой игровой стойкой по три богатыря. Слева от меня, справа от вас, за синей меткой, у нас сборная Родиона Полевого. АПЛОДИСМЕНТЫ Былинный богатырь Родион Гомельский. И слева от вас, справа от меня, за красной меткой, за стойкой стоят героические богатыри, былинные богатыри Даниила Галушка. Даниил, ну, почти Галицкий. Итак, сегодня мы немножко меняем формат. Раньше было не больше двух выходов, но теперь каждому достанется три полноценных боя. Итак, орудий пятерка – богатырские игры. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ И сразу вопрос к нашему замечательному Родиону. Родион, кто у вас отличает правду от лжи буквально на раз? Я думаю, у нас это Маша. Маша. Великолепно. Женская интуиция. Даниил, кто у вас не боится свиста соловья-разбойника и вопросов страшного ведущего? Свистность в ответ и ответить также может у нас Тимофей. Итак, Маша против Тимофея. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Студия старается. Итак, внимание. Я напоминаю, что у нас в богатырских играх есть еще ключевое слово. Это будет слово «марш» или «вперед», или «старт», или «игра». Вот только после этого можно нажимать на кнопку, а то наш электронный судья бдит. Итак, внимание. Поехали. Блеф игра. Верите ли вы, что Петр Первый пользовался спичками? Марш. Маша? Нет, не верю. А почему? Не знаю. Что, спичек не было или Петра не было? Ну, Петр был. А спички? Может быть, тоже, но, а может, и нет. Не было еще при Петре Первым спичек. Браво! Первые пять очков Маша приносит своей команде. Верите ли вы, что средневековые рыцари, не богатыри, рыцари, были выше наших современников? Машенька, это был фальстарт. Слово ключевое не произнесено, система не запущена, и у Тимофея есть шанс сказать «да» или «нет». Нет, я думаю. То есть вот вышел Родион Полевой, и рядом с ним Ричард Львиное Сердце, и буквально Родиону по плечу. Ну, возможно. Так оно и есть. Акселерация даром не прошла. Так что наш Родион буквально Ричарда Третьего и любого там Ланселота заправит за пояс. Играем. Пять-пять. Верите ли вы, что страшные клещи нападают на людей с высоких кустов и деревьев? Старт! Тимофей. Да? Да. На самом деле все это ерунда, потому что выше полуметра метра они по траве не поднимаются и по низким кустарникам, ну, а заползают к вам в ключевые области исключительно, если у вас не заправлены в обувь носки, штаны и так далее, и если у вас есть такие прорехи. Так что, увы. Верите ли вы, что пингвины из Антарктиды улетают зимовать на север? Старт! Маша? Нет, не верю. Почему? Пингвины летать не умеют. Серьезно? Не умеют, вы правы, Маша. Отлично. Играем. И заканчиваем. Верите ли вы, что наше Солнце с точки зрения астронома это красный гигант? Фальстарт, Маша. Тимофей. Да. Наше Солнце обыкновеннейший желтый карлик. Теперь вы это знаете. А я знаю, что счет у нас 10-5 в пользу сборной Родиона. Машенька великолепно использует свою чуткую женскую интуицию и знание об интимной жизни пингвинов. Прекрасно она все отработала. Следующий бой. Вперед! Итак, внимание. Дуэль-игра. Напоминаю, три выхода. У каждого три выхода из трех богатырей. Так что прослушайте, пожалуйста, темы боев нашей дуэльной игры. Первый бой. Загадки. Второй бой. Правители. Третий бой. У нас все живое. Четвертый бой. Детская литература. Вспомним детские книжки, детские сказки. Ну и пятый бой. Прямо про вас. Звезды. Ну и заодно созвездия. Итак, у вас пять секунд, чтобы, не нарушая социальной дистанции, решить, кто какую тему на себя готов взять. Особенно хорошо держит дистанцию команда Даниила. Ну что ж, Родион, кто у вас готов загадки отгадывать? Пойдет добрый молодец Егор. Егор, прекрасно. Ну что, Даниил, я Баба Яга. Кто? А я Олимпийский Мишка. Очень хорошо. Итак, Егор против Олимпийского Мишки. Вперед! Егор против Даниила. Загадки. И не забывайте про ключевое слово. Я уверяю, что на первом вопросе я лишнего вам ничего не скажу и обманывать не буду. Итак, внимание. Загадка. Сидит на ложке, свесив ножки. Старт. Я же сказал, что обманывать вас не буду. А это лапша, между прочим. Вот, снимите с ушей. Играем дальше. Четыре четверки, две растопырки, один вертун. Кто это? Марш. Данил? Собака. А что такое четверки? Ноги. А растопырки? Уши. А вертун? Это хвост. Это правильный ответ. Браво. Играем. Молчан собака, весь дом стережет. Что это? Марш. Допустим, что это замок. Это правильный ответ. Браво. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Ну, совсем детская загадка. Отгадайте, это кто ходит в костяном пальто? Старт. Не, ну, в кожу, я понимаю, конь. А в костяном пальто? Три, две, одна. Данил? Костелянша. Костелянша. Понятно. Егор, у вас есть шанс нажать на кнопку и что-нибудь сказать? Я могу предположить, что это черепаха. В костяном пальто. И вы правы, отлично. Прекрасно. И заканчиваем. Такая вот школьная загадка. Белое поле, черное семя, кто его сеет, тот и разумеет. Марш. Стартуем. Данил? Книга. Книга, письменность, буквы. 20 у сборной Родиона, 15 у сборной Данила. Следующий бой. Вперед! Кто же готов у нас отвечать про правителей? Родион? Схожу сам. Хорошо. Ну, правитель команды, капитан. Данил? Править буду я. Опа. Родион против Данила. Вперед! Уграем, что Данила это уже второй выход, а у нас больше трех нельзя. Играем. Правители. Он стал правителем изумрудного города, потому что был очень умный. Старт. Да. Страшило мудрый. Страшило мудрый. Абсолютно правильный. Вы сравняли счет, Данил? Играем. Первый президент США это Джордж Уашингтон. А предпоследний? Марш. Родион? Это Барак Обама. Барак Обама пока предпоследний. Вы правы. Играем. Английский король Ричард Третий. Он вообще Ланкастер или Йорк? Марш. Родион? Ну? Задумался. Йорк. Йорк. Да, и он разводил Йорк ширских терьеров, наверное. Это правильный ответ. Играем. Семидесятилетие этого правителя в декабре 1949 года праздновало все прогрессивное человечество. Старт. Ленина. 70 лет в 1949 году. Понятно. У Родиона есть шанс? Прогрессивное человечество. Декабрь 1949 года. 70 лет мужику было. Сталин. Вы успели. Это Иосиф Виссарионович Сталин. Отлично. Играем. Известно из речения Людовика XIV о государстве. Процитируйте его. Вперед. Данил. Государство – это я. Вот прямо вот готовый, готовый Людовик XIV. Монарх какой-нибудь маленькой европейской страны. Типа Лексенбурга. Отлично. 35-25. С шагом в 10 очков сборная Родиона идет впереди. Ну пусть идет. Следующий бой. Вперед. Итак, следующий бой у нас – все живое. Ну все, что движется, шевелится, растет. Очень широкая тема. Родион. Давайте снова я схожу. Это ваш второй выход. Прекрасно. Кого отправляет в бой правитель, все я, эрудит пятерки, Данил? Под все критерии у нас подходит Тимофей. Итак, Родион против Тимофея. Вперед. Итак, все живое. Как следует из названия, ее можно есть сырую. Вот так брать и есть. Старт. Есть сырую ее можно. Прошу. А вот раньше загорелась лампочка у Родиона. Родион, прошу. Сыроежка. Сыроежка, конечно. Все очень просто. Играем. Чтобы достать воду из колодца, использует это устройство. А имя у него – Птичье. Что ж за имя? Старт. Родион. Журавль. Журавль, конечно. Вот такая вот длинная штука. Опускается и поднимается, как журавль на болоте. Играем. Чудо-юдо. Ну, вы знаете вот сказки. Вышел на берег, лежит чудо-юдо, рыба, кит. А в чем сказочники неправы? Вперед. Кит – это млекопитающее. Да он не рыба, браво. Браво, Тимофей. Играем. Все живое. Вот был такой фильм «Спасибо, что живой». А ком он? Старт. Что, не видели ни разу? Безрукова там гримировали по пять часов. Да. Могу предположить, что это ты. Ты? Я? Ну. Я? Нет, я еще живой. Спасибо всем. Родион, у вас есть шанс? Я не знаю. Ленин. Ленин, да. Он вечно живой, да. Ну, а фильм о последнем годе жизни Владимира Семеновича Высоцкого, знаменитого актера, барда, поэта и так далее. Это Высоцкий, спасибо, что живой. Теперь вы это знаете. Играем. В старину было такое копытное, которое называли гиппотигр. Что это за копытное? Тигр и с копытами. Три, две, одна. Прошу. Ну, бык может быть. Бык. Понятно. Родион, Ленин. Бегемот. Бегемот. Да, давайте вот порассуждаем с Родионом. Родион, вот с копытами, так? Значит, понятно. А тигр, он какой? Полосатенький. А вот полосатая на копытах. Ну? Зебра. Зебра, конечно же. Вот все логично у нас рассуждается. И логично предположить, что сборная Родиона лидирует. 45-30. Разрыв увеличился до 15 очков. Даниил, надо что-то делать с Вашими благодарями. У нас следующий бой. Вперед! Родион, вспомним детство. Кто готов? Все помнит Маша. Маша вспомнит все Маша. Хорошо. Даниил? На нас выйдет самый богатырский богатырь. Это Даша. Итак, Маша и впервые. А мне же Даша. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Детская литература. Именно туда отправились в ракете Незнайка и Пончик. Старт. Маша? На Луну. И это правильный ответ. Играем. Продолжаем. Александр Милн написал книжку о всех, 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 всех. Ну, заодно и о нем. Кто он? Вперед. Винни-Пух. Винни-Пух – это правильный ответ. Книжка называется «Винни-Пух и все, все, все». Теперь вы это вспомнили. Играем. Мужчина в полном расцвете сил, а именно Карлсон, жил на крыше в районе Вазастан. А Вазастан – это, как известно, район этого европейского города. Какого? Старт. Даша? Копенгаген. Копенгаген? Нет, там русалочка живет до сих пор. Может, Маша помнит Вазастан? Ну, вот выезжаешь за парком сразу в Вазастан. Город? Не знаю. Хорошо, с Дашей попробуем. Даша. А Карлсон, он вообще кто по национальности был? Швед. 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 И что он делал в датском Копенгагене? Тоже спорный вопрос. Спорный вопрос. Хорошо. Ну, а если он швед, какой город? Понятно. Маша, может, вы помните столицу Швеции? Господи, я вспомнила столицу всех стран, кроме Швеции. Осло – это же Норвегия. Осло – это Норвегия. Прекрасно. Итак, рассказываю всем. Внимание, внимание. На самом деле, столица Швеции, столица Швеции на самом деле – это город Стокгольм. Да! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и заканчиваем. Его экипаж первоначально состоял из одного единственного матроса по имени Лом. А кто он? Старт. Ну, отплыл вместе с матросом. Один матрос здоровенный Лом звали. Как капитана зовут? Три, две, одна. АПЛОДИСМЕНТЫ О, ребята, тяжело у вас с детскими сказками. Это капитан Врунгель. У него был сначала лом, потом приблудился Фукс, ну и так далее, и так далее. Не читали? Почитайте, вот летом самое замечательное чтение. И заканчиваем. Эта поэма начинается словами. Поэма Пушкина, намекаю. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над убитом, и днем и ночью кот ученый все ходит, ну и так далее. Какая же поэма Пушкина так называется? Вперед! Даша? Руслан и Людмила. Руслан и Людмила, вы правы, отлично. И вот на этой оптимистической ноте закончилась тема детской литературы. 50-40. Даша, вы немножко подсократили разрывчик. И у нас в следующем вой. Звезды и созвездия. Вперед! Кто у вас суперзвезда в команде? У нас это Егор Чижов. Егор Чижов, прекрасно. Даниил, созвездия кто может различить? Кто может от большой медведицы отличить малую хотя бы? У нас звезда родилась. Отличить сможет Даша. Даша. Итак, Егор против Даши. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, шоу «Две звезды». Егор Чижов против Даши Цукановой. А тему у нас, напоминаю, звезды и созвездия. Так звучит тема боя на родной матчаной белорусской мове. На перед! ЗОРКИЕ И СУЗОРЬЯ. ЗОРКИЕ И СУЗОРЬЯ. Так, гуляем. АПЛОДИСМЕНТЫ Из зодиакальных созвездий это созвездие самое ядовитое. Старт. Даша. Скорпион. Это правильный ответ, вы правы. Отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ В каком музыкальном созвездии находится одна из самых ярких звезд нашего неба? Вега. Намекаю, созвездие не зодиакальное. Очень любили на этом музыкальном инструменте там Аполлоны разные играть. Вот. И Пушкин говорил, чувства добрые я этим созвездиям пробуждал. А это созвездие Лиры. Играем. Он тоже звезда. Спел про звезду по имени Солнце. Вперед. Даша. Виктор Цой. Виктор Цой, мы с тобой. Да, играем. В этом созвездии находится ближайшая к нам галактика, которую почему-то обычно называют туманностью. Вперед. Да. Туманность Андромеды. В созвездии Андромеды находится Даша. Вы блистаете. Блистаете, как звезда первой величины. Дашенька, вы не зря сегодня взошли на наш звездный небосклон. 55-55. Счет равный. Вперед. Следующий бой. Родион, вы должны кого-то отправить на наше скоростное централизованное тестирование под названием «Тест игра». Тема, на всякий случай, про зайцев. Подстрелят сразу двух зайцев. Егор. Егор. Великолепно. Даниил, как у вас насчет зайцев и ЦТ? В темно-синем лесу был Тимофей. Ага. Где трепещут осины великолепно. Егор против Тимофея. Вперед. Согласно легенде, поджег вражеский флот с помощью солнечных зайчиков. Вариант А – Архимед. Вариант Б – Пифагор. И вариант С – Птолемей. Вперед. Прошу. Архимед. Архимед. И это правильный ответ. Играем. Зайчий остров. Это одна из частей города. Внимание. А – Одессы. П – Санкт-Петербург. И С – Даша. Копенгаген. Старт. Прошу. Ну, возможно, на Одессе. Одесса. Был в Одессе. На Зайчьем острове не был. Егор. Про Санкт-Петербург я такого не слышал. Предположу, что это Копенгаген. На Зайчьем острове стоит Петропавловская крепость в Петербурге. Теперь вы это знаете. Играем. Внимание. Зайчьей капустой. Еще называют траву. Знаете, такие розеточки красивые. Эта трава называется горчица. Это вариант А. Тушица. Это вариант Б. И кислица. Это вариант С. Старт. Прошу. Кислица. Кислица. Великолепно играет, Тимофей. А я напоминаю, что с игры, если отвечает правильно, 10 очков человек набирает. Я уже боюсь считать, сколько набрал Тимофей. Играем. Заяц из мультфильма, ну погоди, сейчас бы сказали, из сериала, ну погоди, в одном из эпизодов Заяц пел. А. Санта-Лючия. Б. О, соли миа. И. С. Уно моменто. Варианты. Старт. Прошу. Это вариант Б. А как он пел? О, соли миа. Не отважился исполнить. О, соли миа. Да, это правильно. Браво, что не отважился. Скромный человек. И заканчиваем. Лет 200 назад едете вы на тройке, и вдруг вам перебегает дорогу Заяц. Ну, по тогдашним вещам это А. Хороший знак. Б. Плохая примета. И. С. Законная добыча. Старт. Прошу. Предположу, что это законная добыча. То есть прыгаешь в стройке, хватаешь за уши, а Заяц говорит, не, я во владении помещика Черторижского. Законная добыча. У вас есть шанс? Ну, если черный кот это плохая примета, значит Заяц, наверное, хороший. Хорошая примета. То есть можно схватить его за уши. О, хорошая примета. Я тебя съем. Не ешь меня, пожалуйста. На самом деле, перебежавший лет 200 дорогу Заяц, это аналог Тимофея современного черного кота. И Тимофей, он поверил в себя. Он вышел. Он рассказал нам множество интересных вещей. И 75-65 счет в пользу команды Даниила. Вперед! Я знаю, что в команде обязательно есть человек, который очень любит раскраски. Родион, кто у вас картиночки любит разглядывать? Очень любит, я знаю, Маша. Машенька, это ваш последний, как я понимаю, третий выход. Даниил, небось Даша. Вы правы. Хорошо, ну, женские такие вещи, они любят все яркое, красивое. Ну, а заодно проверим, как они помнят русскую азбуку. Маша против Даши. Вперед! Начинаем мы с выигрывающей стороны. Дарья, мы начинаем с вас. Буква А. Вот как назвать этого молодого человека? Абитуриент. И что, он надеется? Надеется. Абитуриент, буквально надеющийся. Вы правы. Плюс 15 очков. Браво, Даша. Пугали вас в детстве? Бабайка. Вот это? Бабайка. А у Бабайки на носу знаете, что происходит? Нет. У Бабайки на носу кошка жарит колбасу. Это правильный ответ, да, это Бабайка. Даша, играем с вами. Венеция. Это Венеция? Это Венеция, да. Прошу вас, Маша, что это такое? Газон. Газон? Я знаю, что газон это такой автомобиль с четырьмя колесами. Газон, конечно. Дашенька, играем с вами. Дембель. Дембель. А что, собственно, у него произошло в жизни? Он служил в армии. И все? Ну, все уже. И все, отслужил. Прекрасно. Демобилизованный круг, короче говоря, дембель. Маша, играем с вами. Ну, что это такое? Ну, это жестяная банка. Жестяная банка. Ну, в общем-то, да. Жестянка. Ну, а как говорят в молодежной среде, это просто... Жесть. Жесть, да. Это жесть. Дашенька, да, играем с вами. Вот это буква И. Раз. Два. И я рыдаю вместе. С вами Машенька, может, вы знаете. Иллюзионист? Конечно, он же фокусник, он же иллюзионист. Играем. Прекрасно. Десять очков подняла. Машенька, по-моему, сравняла счет, если я не ошибаюсь. Итак, буква З. Нет, Машенька? Даша, может, вы назовете мужчину на букву З? Не назову. Хорошо. Как называть человека, который занимается строительством? Зодчий. Зодчий. Вот теперь вы это знаете. Прекрасно. Следующий, Даша. Буква Е. Единоборство. Да, это единоборство. Прекрасно. Играем дальше. Маша. Тише, тише, тише. Ну, капитан. А как вы догадались? Хороший вопрос. Ну, а как вы догадались? Ну, даже не знаю. Ну, вот у него на руке написано прямо, что он капитан. Докумировка. Ну, великолепно. Вот те самые, те самые 10 очков, которые Даша потеряла. А Маша внесла в копилку своей команде и все решили. Счет равный 135-135. Вопрос, зачем играли? Могли бы с самого начала вывести капитанов и в кулачном бою, в единоборстве разобраться, кто из них круче. Риск игра. Вперед. Остались у нас Родион против Даниила. Капитанский бой. Риск игра. Вперед. Итак, начнем. Риск игра. Загадки. Родион. Родион поморщился. Загадок он не любит. Итак. Рассыпалось к ночи золотое зерно. Глянули утром. Нет ничего. О чем речь? Старт. Родион. Звезды это. Это звезды. Вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ Правители. Властитель слабый и лукавый. Блевшивый щеголь враг труда. Нечаянно согретый славой над нами царство тогда. Так об Александре Первом написал. А кто? Старт. Ну, кто ж что? Да, Даниил. Александр Сергеевич Пушкин. Вы правы. Браво. Есть такой текст у нашего Александра Сергеевича. И снова счет равный. Играем. Все живое. Вот у Корнея Чуковского есть не только смешные стишки и книжки про деток. Есть у него замечательная книга «Живой как жизнь». Это книга о русском. Старт. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Языки. И это блестящий, правильный ответ. Детская литература. Этот жестокий мальчик, и я потребую абсолютно точный ответ, этот жестокий мальчик убил мудрого сверчка молотком. Старт. Ужасная сказка. Сплошные трупы. Жестокий мальчик. Лгун. Наглец. Подлец. Прошу. Пиноккио, что ли? Именно Пиноккио. Наш Буратино гораздо, гораздо добрее. А там он просто-напросто за замечание просто берет молоток. Это такие сказки нам не нужны. И заканчиваем. Звезды и созвездия. Звезды и созвездия. Будьте внимательны, наши звезды. Звезда Денеп находится в созвездии лебедь. И она, грубо говоря, отмечает хвост этого самого лебедя. Я прошу вас перевести слово Денеп с чистого арабского языка на русский. Старт. Итак, Денеп. Никто не рискует. Но если люди без фантазии, арабы, увидели в хвосте лебедя звезду и сказали, а, так это же Денеп. Денеп по-арабски и означает хвост. Итак, счет абсолютно равный. И я принимаю решение. В следующей игре наказать вот этих замечательных людей. Чем я их могу наказать? А тем, что я заставлю их играть в одной команде. Из двух этих звездных команд мы соберем сборную и выпустим против них. А вот кого мы выпустим, вы увидите в следующий раз. Трепещите, вытрепещите, вытрепещите. Ну и самое главное помнить. Мы не просто так сюда приходим. Мы играем в пятерку. Смотрим пятерку. И получаем десятки. Играем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова